Всем привет, с вами Лексман. Это продолжение моей рубрики, где я повторяю персонажей в One Piece. И я наконец начинаю серию видео, в которых я буду становиться адмиралами. И первым станет Кезару, любитель света. Для выхода следующей части, где я стану Окиди, вам нужно набрать 4000 лайков. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и покупайте мой мерч. Ссылка в описании. А перед началом видео хочу рассказать вам о самом лучшем сайте по продаже робоксов. Ты хочешь себе крутой скин, но у тебя мало денег? Не волнуйся, выход есть. РБХ Тим, самый лучший сайт по продаже робоксов. Везде всегда самый выгодный курс. Моментальная доставка робоксов методом трансфер. Если ты боишься, что тебя обманут, то здесь есть огромное количество положительных отзывов. А если ты не хочешь тратить свои денюжки, то у них на сервере в Дискорд проходят ежедневные розыгрыши. А еще там ты можешь загадать желания, которые исполнит администрация. Ссылочки в описании, обязательно заходи и смотри. А теперь переходим к сути видео. Я, конечно, выгляжу очень красиво в своем мерче, но мне нужно быть похожим на Кизару. Вот так намного лучше. Самое время съесть фрукт света. Хорошо, что он завалялся у меня в кармане. Просто посмотрите, как хорошо я выгляжу. Так и хочется пойти ловить пиратов. Теперь я отправляюсь качать фрукт. Ведь зачем мне непрокаченный фрукт света? Я пошел убивать пиратов Свена. Ведь огромного количества опыта мне не нужно. Фрукт света довольно легко и быстро прокачивался. Ведь, во-первых, он логия, а во-вторых, у него классный меч. А также Грекосан недавно подарил мне 2х мастери. Наконец, фрукт прокачан. Давайте посмотрим скиллы. Первый скилл – луч света. Второй скилл – шквал света. Запускает множество световых ударов. Третий скилл – рефлекшн кик. Четвертый скилл – небесный луч. Запускает с неба огромный световой луч. Пятый скилл – полет света. Позволяет летать на огромной скорости. Но, к сожалению, мы не можем менять направление полета. А вот так выглядят клики. Когда фрукт прокачан, мы можем отправиться его пробуждать. Я отправляюсь на панк-хазард. Вводим код из цветов. Красный, синий, зеленый, синий. Покупаем рейд на свет. Я взял с собой подписчиков и пошел пробуждать фрукт. Спасибо вам за помощь. Первый остров было довольно несложно пройти. Ведь со мной было две Будды. Отправляемся на второй остров. Второй остров был пройден очень быстро. Летим на третий. С третьим островом мы разобрались так же быстро. Летим на четвертый. Форма четвертого острова оказалась не самой удобной. Из-за этого его было довольно нелегко пройти. Идем на последний пятый остров, где нас уже ждет босс. К моему удивлению, мы очень быстро разобрались с боссом и с другими ботами. Теперь мы можем пробудить первый скилл. Конечно же я хочу господства. Пробуждаем второй скилл. Третий. Четвертый. Пятый скилл. Теперь я чувствую себя намного сильнее и красивее. Ведь я сменил скин и одел плащ дозорного. Всего на пробуждение фрукта света мне пришлось потратить 14,5 тысяч фрагментов. Давайте посмотрим, на что я потратил такие деньжища. Но перед этим мне нужно кое-что сделать. Я отправляюсь в кафе, ведь там я могу сменить цвет хаки. А для Кизару мне нужно было взять хаки желтого цвета. Мне кажется она прекрасно смотрится. Теперь самое время посмотреть скиллы пробужденного света. Первый скилл небесная стрела. Позволяет нам стрелять из светового лука. Второй скилл hand of the emperor. Позволяет запустить световой луч во врага. Третий скилл скорость света является улучшенной версией рефлекшн кика. Четвертый скилл в разу в кинг. Пятый скилл сияющий полет. Также позволяет летать на высокой скорости. Однако теперь мы можем поворачивать во время полета. Клики у нас не поменялись. Давайте посмотрим на скиллы в сравнении. Прокачка и фрукта мы полностью закончили. Перед тем как отправиться на бой с боссами второго мира, я покажу вам свои статы. Ближний бой, защита и фрукт качаны на фул. Думаю это идеальная прокачка для Кизару. Ну что, давайте проверять наши силы. Отправляемся к первому боссу, Диаманты. Ну что, мужичок, ты готов? Бой с Диамантой был не особо сложным. И сильного сопротивления я не заметил. За победу я даже залутал себе длинный меч. Следующий враг Белами. Обожаю этого пружинного мужика. Белами стал немного сильнее, чем Диаманты. Ведь в блок с ручей у него есть хоть какой-то фрукт. Но это тоже не помогло ему победить меня. Теперь нашим противником станет старый дед Фудзи Тора. Быстро берем на него задание и погнали. Фудзи Тора совсем не дотягивает до уровня Кизару. Ожидал большего от этого старика. Следующий противник слабенький смокер. Мне даже было немного жалко его. Зря я начал жалеть его. Ведь он не совсем слабак. И он неплохо так снес мне хп. За победу над ним я залутал его палку меч. Теперь мне предстоит сразиться с одним из сильнейших адмиралов. Аокидзи. Ну что, ледяной, ты готов? И правда могу сказать, что Аокидзи силен. Не зря в Маринфорде он считался сильнейшим адмиралом. Но он тоже пал от моих рук. Следующий враг мой самый нелюбимый Кен со своим морским зверем. Ведь он постоянно меня откидывает. И это не дает спокойно драться. Так, с ним мы разобрались. Осталось победить морского зверя. Морской зверь тоже отправился на покой. И мы наконец можем направиться на последнего босса. Последний враг президент Дресс Роуз до Фламинго. Надеюсь он покажет свою силу. Эх ты, до Фламинго. Не дотягиваешь до уровня адмирала. А на этом все. Думаю у меня получилось стать настоящим Кезару. Если вы согласны с этим, то ставьте лайк. А если нет, напишите об этом в комментарии. Всем пока, с вами был Лексман. До скорых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok